всем привет дорогие друзья с вами руслан сегодня у вас распаковка моих покупок с помойки принесли мне вчера работники тб о нашего местного вот такой пакет ну я точнее это не купил я у них выменял точнее заработал разблокировал им один из этих телефонов вот с этого пакета и они мне отдали тяжелый собака сейчас будем распаковывать и смотреть что есть годного что есть негодного что в помойку что работает очень в общем будет интересно поехали сразу извиняюсь что снимаю на полу это все равно все с помойки все грязные руки мы потом конечно с хлоркой помоем но не охота морать не диван не стол этим первое что меня из пакета привлекло это вот такой коммуникатор фирмы пол или по им хрен его знает это начало 2000-х годов он включается он циклирует но touch у него сожалению умер вести на 3 screen уже найти наверно будет нереально на него здесь не вставляется и sim-карта ничего только карта памяти здорового формата sd так все полностью функции крирует вот такой вот аппарат жалко он не звонит можно было бы заморочиться сделать и пользоваться по приколу и давайте по порядку из пакета первое в пакете это у нас вот такой залеченный телефончик изолентой пластырем это bq strike обычный strike не power не менее обычный strike самый простой нет аккумулятора и у нас тут небольшая трещинка на тачскрине но не беда сейчас проверим если он включается можем заменить тачскрин и есть продажа аккумулятора в челябинске я уже нашел далее в пакете вот такой 9 привод от компании samsung но в нем что там болтается внутри я сомневаюсь что он работает но тем не менее я его потом проверю и возможно себе оставлю его отложу в сторонку потому что его проверять сегодня мы не будем с блок питания мы его не запустим сзади срабатывает инкубатор не обращайте внимание остывает нагревается сам по себе короче кто не видел ссылка вот здесь сплывет инкубатор работает далее вот такая вот балда это у нас от lenovo a328 и ценного здесь только наверное шлейф боковых клавиш и динамик остальное все пойдет в помойку дисплей у нас разобранный разбитый и аккумулятора здесь также нету сама часть корпуса мне это не интересно от нее толку нету далее крышка от какого-то zte которая также пойдет в помойку датирована я в 18 года мы это не отсюда зато и там и наверное нету а может и есть сейчас посмотрим дальше вот такой планшет с таким вот охрененным разбитием у меня такой планшет есть в разборе насколько я помню touch там целый но вот насчет дисплея я не уверен если тут дисплей сейчас окажется целым то возможно из двух один я соберу это я модель даже не помню они были разные соединенные комбинатор даже с маркировкой эти планшеты были разные это старый наподобие китов что-то много разных моделей было далее у нас вот такой zte blade gf3 f3 полу то же самый у нас нет задней части разбит дисплей но плата на месте возможно включится крышка у нас от 320 самсунга по-моему также вот еще крышка от zte кстати крышка то от этого zte смотрите подходит и центральная часть смотрите от zte я забрал за три неужели вот теперь уже интереснее следа zte включится его можно собрать и продать и заработаем какие-то копейки тем не менее копейка копейками рубль она бережет далее вот такой вот fly древнющий fly с разбитым то чем видим что у нас тут телик есть и моделька у нас здесь где ты господи и 141 киви проверим так тисто ради прикола основной выбросим потом ценности он никакой не имеет абсолютно потом вот такая вот плата от какого-то самсунга по вот этим видно что самсунг разъем под сим-карту самсунговский кнопка включения у нас здесь сверху присутствует можем также проверить эту плату возможно она включится плата от самсунга иногда бывают ценятся иногда они нужны вот такой gps навигатор от компании у нас пионер но я сомневаюсь что не пионер потому что больно на китайское похоже вот его модель он разбитый у нас touch биты и дисплей скорее всего тоже биты ценности никакой не представляет даже разъем зарядки сломанный чисто разобрать посмотреть что внутри и не более того следующий претендент у нас это вот такой zte модель у нас blade l4 он в полностью убитом состоянии аккумулятор у нас есть аккумулятор слегка кривой но тем не менее такой аппарат у нас тоже присутствует полностью сбитой ценности особо тоже не имеет далее самое ценное из этого пакета это вот этот планшет это у нас уже более современное что-то и скорее всего этот dex плата здесь уже более современное возможно пригодится плата модель не скажу следующее в пакете у нас вот такое табло это с honor 10 и 10 light насколько я помню похоже она новая но к сожалению она с трещинкой трещинка ну оставлю возможно потом проверю и кому поставлю ну кому он со скидкой надо будет дешевое табло поставить с разбитым то чем может согласиться дальше дальше вот такой дисплей от айфона по моему от 11 а может от 10 здесь не написано шлейфах все на месте дисплей промаркированный по ходу дела оригинальный но непонятно целый или не тач сам не битый само стекло целое дальше вот такой навигатор провод же даже с камерой это скорее всего и навигатор и регистратор в одном моделька у нас тут затерлась вся но это тоже древняя совсем вещь и скорее всего она не работает но не факт проверим сейчас и узнаем и следующий аппарат у нас вот такой планшет это кстати да вот он дэкс это от того планшета планшет all stars на 2 сим-карты 3g и скорее всего 8 гиговый у нас разбит тач но если целый дисплей то вполне возможно тач заменить и его также продать вот такое вот неведанное чудо я даже не представляю что это такое похоже на какой-то htc но в топтом в грязь вот настолько что это просто не угадать вот это вот мы проверять тоже не будем это особо грязно руки сделать вот так вот такой вот куб от взбитым модулем модельку посмотрим вот аккумулятор на месте моделька у нас rainbow а цифрена есть цифрена и модельки у него нету вот этого модель это уже тоже довольно таки не особо старый аппарат ну к сожалению куб от и у нас в челябинске запчасти не продают да и по россии наверно тоже не особо не продают участи далее вот такая вот китайская nokia абсолютно китайская nokia здесь даже имеется аккумулятор так давайте карту память и проверим карты памяти у нас тут нету китайцам совсем делать нечего и поделаю даже вот такие вот nokia ну это уже совсем ловство вот такой вот powerbank от компании dns с фонариком здесь вот видим такой линзовый фонарик и сам разъем для зарядки далее нас пакетчает вот такая пи спи моделька у нас здесь 3008 она скорее всего прикнутая уже а может быть и нет мы можем ее запустить с разъема зарядки не использовать аккумулятор к сожалению аккумулятора мне нужен такой аккумулятор у меня катается в машине 2008 модель и аккумулятор там дохлый совсем также здесь имеется карта памяти которую сюда просто загнали я хочу от ее достать отсюда но у меня пока не особо получается ее как будто туда вбили просто главное не сломать даже если это адаптер это очень хорошо потому что у меня карты памяти тоже нету и спиха валяется оба нет это карта памяти смотрите memory stick на 8 гигов красота раньше стоило денег очень много проверим возможно она рабочая карту памяти отдельно положу и сама пи спистики нажимаются экран целый вроде не разбитый вот такая вот красота далее китайский samsung с 5 с резистивным дисплеем тачскринном который разбитый здесь тоже самое ценное боковые клавишные динамик можно снять больше здесь ничего не снимешь а на микрофон но он тоже особо не ценится вот такой вот старичок у тебя открыто nokia как-то он должен открываться а вот так стригается вниз сожалению побит временем но дисплей целый такой старичок давайте модель посмотрим аккумулятор вздул хорошенько свой аккумулятор nokia модель у нас 8850 у меня есть 88 00 но лично я им пользуюсь это 8850 но черно-белый почему-то далее поехали какая-то часть какого-то телефона powerbank от компании xiaomi похож на оригинальный абсолютно севший такой весистый возможно даже оригинальный я его скорее всего оставлю себе потому что у меня просто нет powerbank а мало ли понадобится мне нет это пакетик крышка от дуги x5 pro у меня такой был даже была распаковка на канале найду ссылку оставлю обязательно на распаковку из 5 прав сам буги x5 pro тоже имеется весь изрисованный каким-то туристы и хонка лече у нас сканер пальца камера и вырванный по моему сим лоток насколько вижу это был мой первый телефон который заказывал с китая есть не настрадался открывался пор у него ключ его тач но потом это выяснилось что у всех подключить тач но мне за него деньги вернули почти все вот такой sony ericsson к сожалению дисплей у нас устал слайдер все еще открывается закрывается давайте посмотрим его модель модель у него j20i возможно тоже проверим сейчас его включается нет хотя бы по приборам показаниям аккумулятора самсунга не интересен сам самсунг какой-то тоже вот таком виде надо будет руки помыть обязательно и полки пропылесосить хорошенько еще какой-то аккумулятор непонятно чего тоже полубитый муки аккумулятор высыпать пакета не буду китайский пауэрбанк xiaomi на 10 400 100 процентов китайский я такие сам завозил цена у них вообще копеечная еще один аккумулятор nokia аккумулятор какой-то китайский я нужно это чего какая-то крышка вот такая клёвая motorola кстати крышка такие нет нет не похоже motorola черно-белая и она у нас была здесь на батарейках на мизинчиковых сим-картой то есть это уже gsm телефон сейчас включим посмотрим чего тоже будет интересно в своей батарейкой lg всегда нужна на lg батарейке у нас всегда дефицит и еще одна китайская нотки две сим-карты вот с таким вот огромным динамиком который постоянно хрипел всегда samsung j320 в дельном состоянии но битая матрица и напоследок у нас здесь full hd видеорегистратор пристижа даже пленочка на экране наклеена и вполне возможно он включится ну сейчас приношу лабораторник и проверяем и так отобрал небольшую кучку устройств поставил лабораторник ссылка вот здесь плывет на лабораторник также в описании ссылка на него все подключил это кучка пойдет в помойку не сразу можем ее проверить то что вот такое будем проверять через зарядку она обычно включается сразу давайте отключим мини юсби кабель он у меня к сожалению побиты слегка но вполне работает вот такой перебитый кабель дадим 5 вольт зарядки есть 5 вольт и давайте вот с этого и начнем товарища раз открываем загорелся индикатор зарядки что-то замигало но ничего не происходит пробуем нажать power ничего почему еще разок нет ток потребление ток у вас очень маленькая 45 миллиампер всего и не поднимается но индикация горит странно пленочка на экране все целое но не включается такой вот прикольный был бы регистратор но жаль очень жаль карты памяти в нем нету поедет он у нас обратно на полигон ты было давайте сразу что у нас еще с разъемом микро микро мини извиняюсь вот такой у нас навигатор провод же смотрите включился где у нас кнопка питания пробуем запустить то запустился смотрите работает я даже не удивлюсь что он полностью работает смотрите да так тоже работает офигеть спутник даже спутники нашел смотрите офигеть я в шоке это время мультимедия навигация установить нету карт надо карты поставить на него и он будет работать как классно полностью рабочий на только отмыть его вот такой вот сюрприз дальше у нас еще есть с таким разъемом и спи втыкаем потребление у нас нету включаем и ноль эмоций не включается а я забыл и список разъема с имени и дыне включается и спи включается вот с этого разъема сейчас я вот такой переходов принесу не нашел переходник нашел вот такой кабель отрезала от блок питания там был блок питания 9 вольтовый нам это очень много здесь надо 5 вольт на зарядку так который у нас надписями это плюс который без надписи это минус подаем 5 вольт на оба провода потребление у нас интересная очень дежурка какая-то появилась и пробую включить что-то мигнуло и все нет а у по а у нас дисплей разбитый здесь а приставка запустилась и кратнул где-то у меня еще разок коротят провода между собой точно запустилась смотрите включилась приставка офигеть то есть плата у нас рабочая а вот дисплей у нас пострадал можно купить дисплея можно подать на авито как есть на запчасти на 3000 серии вот эти вот платы умирали то есть можно ее продать так убираем этот проводок и поехали а у нас же еще один есть навигатор я совсем забыл про него давайте я попробую запятать его потребление какое-то пошло и и и ничего где кнопка сожалению никакой акции потребление у нас идет 220 50 но ничего но она не увидите такое состояние у нас ужасное побитое все пойдет она у меня обратно но ты был полигон вот такая интересная nokia давайте ее пробуем смотрим где плюс где минус плюс у нас слева минус у нас справа берем крокодилы плюс слева минус справа встретить есть контакт попробуем запустить ничего ничего какое-то небольшое потребление поднимается но включение у нас нету давайте опробуем зажать два минусовых контакта возможно из-за этого включения не происходит а и надо питание то убавить что я забыл вольтаж то хотя бы до 3 ну 4 хватит пробуем ничего к сожалению ничего если вот так попробовать а так запустился но к сожалению картинки нету есть подсветка картинка у нас куда-то пропала жаль очень жаль хороший раритетный аппарат можно было бы оставить в коллекцию но не работает к сожалению не работает печалька давайте дальше нет маленько неудобно на полу досидеть ой так китайская nokia достаем из нее оригинальный аккумулятор оба выпал чем мы здесь имеем nokia китайская смотрим где у нас плюс-минус плюс-минус где обычно минус посередине плюс края подаем питание как обычно nokia неудобно подавать питание пробуем есть вибрация и на этом все что-то мигнуло а вон там nokia светится ухты загорелась подсветка офигеть на камеру почему-то рябит у меня не рябит ну и и потребление странно очень и у нас завис телефон да что-то странное перезапустился опять nokia давайте попробуем кстати он даже на оригинал похож но это китайский телефон по ходу дела давайте два контакта зажмем и еще раз но тоже самое мигнуло nokia написал и все они смотрите включился да нет по ходу дела оригинально нокета смотрите меню как оригинального похож но не факт nokia включился nokia рабочий что за модель у нас 6730 c хрен его знает возможно даже оригинальный но что-то я сомневаюсь но была батареечка в комплекте и крышка то есть полностью целый аппарат единственное что грязный на будет помыть его этот сторонку этот я потом проверю еще вот это вот товарищ мне прям нравится давайте его подключим не знаю какое не было напряжение идеальное для его работы ну подключим как есть и пробуем включить оба проверьте карточку вы это видите телефону лет как мне уже и он все еще работает включился проверьте карточку интересно если не очень сим-карту вставить он будет работать или нет единственное что у него нет разъема зарядки и постоянно придется менять эти батарейки это не есть хорошо а может быть здесь был какой-то аккумулятор свой хотя больше похоже а нет вот разъем завядки извиняюсь странный аппарат ну такое чувство то были батарейки но какие странные батарейки и стояли телефон полностью работает как раритет вполне себе достойный вот теперь давайте сто процентов китайская nokia вон там у нее внутри контакты подключаем туда собака оба и козы атак козы нету пробуем включить какой музон плыхали китайцы умеют удивлять музон вообще отменный так у нас только это меню подменю что еще есть галерея есть установка файлов 9 килобайт памяти целых охренеть свободно ноль памяти огонь включился работает сто процентов он циклирует вот такой вот аппарат интересно крышки вот такое что я не видел жалко и батарейка тут скорее всего обычная bl4 или 5c полностью функцилирует поставить как звонилку пойдет вообще огонь этот аппарат проверять это смысла нету потому что у него битая табло и картинку мы на нем не увидим ну давайте хотя бы проверим на нем зарядку и так подключил кабель микро юсби лаборатор нику пробуем зарядка пошла и никаких реакций не вибрации ничего но у нас битая табло вполне это допустимо он скорее всего полностью рабочий только разбитый к сожалению оригинальный дисплей стоит очень очень дорого но есть китайские аналоги которые в принципе можно поставить но так достойно сейчас уже китайцы научились делать вполне нормальные копии возьмем вот это вполне ненормальную копию samsung galaxy s5 у которой почему-то разъем зарядки разъем аккумулятора от nokia так полярности не перепутали вроде пробуем тут еще блин лаборатор никого просто отвергает и просто не хочешь того ху запускали козы нету и где же ты включался вот здесь он включался оба смотрите дисплей работает дисплей работает что-то показывает ну с корпусом конечно китайцы заморочились но вот насчет оформления не особо телефон включился оттачу вас не работает и фронтальной панели у нас здесь нету на запчасти плата от него особо смысла не имеет держать при себе то есть только что-то с него спаять давайте куб от возьмем плюс-минус все понятно берем крокодилы очень-очень маленькие контакты сейчас я помучусь их подключать пошло какое-то потребление к сожалению отключились крокодилы очень неудобное подключение крокодилов там совсем маленькие контакты снова какое-то потребление непонятное блин переворачиваю отключаются сразу же контакты все и пробуем запускать ну и ожидаемо старта нету потому что потребление всеми из 2 миллиампера это не есть хорошо значит где-то что-то там его подъедает даже если бы включался бы работал заменив на нем дисплей получили бы мы то что мы просто посадился сам по себе давайте возьмем дуги дуги это живучий собака очень-очень живучий аппарат я его бил 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 потом брат его бил бил и в итоге его просто кто-то утащил у нас так потребление пока в норме кнопка включения на свалила так давайте опробуем кнопочку включения вернуть на место есть даже корпусы шелкнулся а это даже не просто это макс просто у брошки по моему памяти было поболее чего максов тоже очень маленькие эти контакты вот эти вот контакты так нет не так это полилась ну чтож такое то есть и пробуем 0 эмоции вообще ноль не реагирует совсем не реагирует обидно очень обидно учитывая что у меня есть донор сдохлой платой совсем не реагирует но возможно там просто оторваны кнопки боковые ладно этого я разберу и будет дальше уже видно что с ним делать а пока возьмем еще одного вот такого грязнющего зате плюс минус все понятно здесь у нас плюс а вот здесь у нас минус у что это было мне там что-то выгорело похолодила видели потребление поскочила до 4 ампер что-то было коротко это его проверять мы не будем давайте лучше возьмем и пьюшку в нем будет смысл какой то есть проверим где у нас плюс минус подключаем один крокодил на контакт и на массу видите так короткая вот это у нас плюс это минус у нас и пробую включить так удобно есть старт до дисплей целый почему-то выключился а потому что у меня крокодила колес сейчас покручу еще разок да блин уж такое не везет да по ходу дела не все так просто хотя нет вроде просто вроде запускается хрен его знает сейчас если включится и работает нормально то вполне можно на нем заработать потребление в норме ну давай да по ходу дело стартует и к сожалению потух да интересно ну надо проверять похолодила с аккумулятором не хочет нас лабораторного включаться возможно он не хочет включаться вообще но не по хрен его знает ну осталось не так уж и много так небольшая кучка запчастей давайте возьмем пауэрбанк компания тнс добавим вольтажа до 5 вольт до 5 вольт подключаем я думаю 3 ампера это не нормальное потребление для данного аппарата учитывая что он не заряжается здесь у нас явное короткое замыкание где-то по разъему зарядки скорее всего разберем увидим далее давайте возьмем пауэрбанк от компании китайской сиоми он заряжается смотрите мигает лампочка идет зарядка потребление почти ампер и он отключил сюда этот рабочий далее но этот просто выкинули потому что это китайское говно там 4 банки из них 2 банки с песком и вот этот аппарат у нас как мы видим не заряжается скорее всего проблемы с разъемом зарядки потребление чуть не уронил телефон сейчас попробую как нибудь загнуть чтобы потребление более-менее пошло но нет 11 миллиампер скакануло и все больше не включается здесь у нас проблема по зарядке скорее все тоже рабочий просто зарядка у нас беда данный планшет попробуем проверить здесь у нас стоит аккумулятор убавим ток точнее напряжение минусовой контакт цепанем где-нибудь на плате давайте вот сюда его цепанем а плюсовой контакт цепанем к аккумулятору судя по прибору у нас пошла зарядка аккумулятора напрямую ищем кнопку включения и пробуем запустить увы у нас разбит дисплей дальше включать смысла нету дисплей у нас разбит но плата у нас откликнулась не будем ее дальше мучить с разбитым дисплеем не смысла тоже нету вот такая у нас сонька sony ericsson так плюс-минус тоже все примерно понятно это вот у вас плюс вот это минус у что-то у нас там каракит кнопочка включения у нас вот здесь есть играция откроем его ну по потреблением видим что он не включился жаль какие-то звуки он по моему издал или мне показалось да он явно идут кит звуки но очень низкое потребление очень странно что он кит звуки издает ну пойдет обратно пакет по ходу дела этот sony вот так полетел давайте samsung проверил этот который у нас без всего здесь у нас даже подписано смотрите вебат то плюс у нас конечно короткого уже нету хорошо включаем ничего отвалились провода и еще разок включаем ничего просто 0 эмоций плата увы дохлая и дисплей разбитый осталось у нас тут всего четыре аппарата так вот зато и не помню где плюс-минус у него на это у нас минус вот так как должно быть плюс-минус есть пробую включить есть включение даже дисплей целый смотрите то есть только touch screen биты и нет аккумулятора у нас дождемся включения потух и что-то не особо хочет включаться еще не отключается давайте еще раз попробуем а и прошло у нас шесть минут и наш zte так и не включился скорее всего проблема у нас здесь с памятью или с прошивкой ну прошлом будет видно вполне возможно просто слетела прошивка это нормальное явление этот планшет я скрывать не хочу подкинул разрядку он что-то пытается включить пытается появиться у него батарейка дисплей как видите целый пошлили маленько разъема подходит но дисплей явно целого возможно устал аккумулятор а давайте все-таки наверно вскроем его и посмотрим если болтов она весне то то болтов но весь естественно нету открываем аккумулятор на месте давайте маленько оголим плюсовой контакт и к нему подцепим крокодила и также массе пошла нет не пошла пошла у нас зарядка напрямую полтора ампера и пробуем включить так хода дело отвалилась что-то да что-то полились к сожалению дисплей у нас подбит снизу но зато плата включилась сейчас посмотрим может быть даже и запустится 1 2 2 2 2 3 5 5 но к сожалению по ходу дела не запустится вообще реагирует как бы плата на включение реагировала но к сожалению не запустилась но посмотрим пока так полежит пока включим нашего флая пока коустерс у нас там что-то пытается включиться лайк 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 у нас дохлый даже проверять его дальше не буду смысла в этом нету выкидываем мусорку и остался у нас один планшет по той же самой схеме подключаем от него все провода минусовой некуда подключить есть воде нет не есть и пробуем запускать аккумулятор вас не заряжается но токи поднялись но у нас тут разбит дисплей и что-то очень сильно там греется я прям палец обжег сейчас где-то там где-то тут что-то греется что-то я не понял где-то что-то погрелось но плата реагирует уже хорошо давайте поставим в рядку ну и как это друзья вот такую кучу году ты себе выбрал тут все что можно разобрать все что можно сделать все что можно на запчасти пустить все годное здесь остальная вся куча обратно ушла в пакет и уйдет обратного полигон точнее улет в контейнер мусорный а там уже сами пусть решают разбирают и не удивлюсь что опять они ко мне это все херню принесут потому что их не волнует то что она грязная битая перебитая они все равно несут это мне потому что надеются что я у них это куплю на что-то вы меняют или они едут сдают это все на платы а на платы сдавать это невыгодно потому что килограмм плат стоит где-то в 1000 рублей ну а на 1000 рублей сами представить сколько на телефонов раз забрать вот такой был обзор моей покупки всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал устал очень сильно ставьте лайк 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 этому видео с вами был руслан пока пока я пошел спать